С 22 по 26 мая текущего года на территории ДНР правоохранители провели отработку по выявлению и документированию фактов стихийной торговли. В рейдах были задействованы более 700 сотрудников полиции, а также специалисты торгового отдела администрации, санэпидемстанции и коммунальных служб республики. На территории ДНР правоохранители подвели итоги отработки по борьбе со стихийной торговлей и ликвидировали установленные незаконным путем торговые сооружения. В период 22 по 26 мая текущего года сотрудниками полиции проведены мероприятия по документированию фактов незаконной торговой деятельности. В проведении мероприятий было задействовано порядка 700 сотрудников полиции. В Куйбышевском районе Донецка стражи порядка пресекли деятельность нескольких незаконно установленных павильонов. Были выявлены ряд фактов установки малых архитектурных форм без соответствующего разрешения. Данного рода правонарушения предусмотрено статьей 152 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил благоустройства города предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 7 тысяч рублей Российской Федерации. В ходе проведения рейдов также были задействованы специалисты торгового отдела администрации, санэпидемстанции и коммунальных служб. Администрация состоронней работает, старается оказывать содействие. Сегодня были приглашены энергетики, коммунальные предприятия для обеспечения безопасности демонтажа электрических сетей. Также грузоподъемные механизмы, погрузка и разгрузка непосредственно торговых павильонов. Районная администрация всегда готова оказать сторонную помощь правоохранительным органам. Жители республики поддерживают правоохранителей. Они убеждены, что в большинстве случаев торговля осуществляется в антисанитарных условиях, а предприниматели уклоняются от уплаты налогов. Тот, что надо с этим бороться, потому что мясо стоит, рыба стоит, собаки бегают, все это руками трогается. Правоохранительные органы в данный момент сносят незаконные постройки. Я считаю, что это довольно правильно. В молодой державе должно все быть законно, все должно быть легально, все должно быть урегулировано с жителями и с правоохранительными органами. Работа полицейских уже приносит свои плоды. Площадь бакинских комиссаров – визитная карточка города Донецка. Также местные жители отмечают чистоту и на улице Сеченова. Горожане благодарны сотрудникам полиции. Это, во-первых, препятствовало перемещению. В-третьих, не было пешеходной дорожки, что составляло дискомфорт для людей. Ну и стихийные рынки, они тоже не приветствуются. Антисанитария полная. Что такое продажа пищевых продуктов возле проезжей части дороги. Спасибо огромное правоохранительным органам Донецкой Народной Республики, работникам полиции за наведение порядка в республике. Приятно, что наводят порядок и город приобретает цивилизованный вид. Это порядок будет полнейший. На улице будет смотреться хорошо. Вот на площади бакинских комиссаров убрали. Вы видели там? Сейчас великолепно. Ехать приятно даже. В ходе отработки правоохранители составляли протоколы по статье 160 Административного кодекса торговля с рук в неустановленных местах. В статье 159 нарушение правил торговли на рынках, а также зафиксировали нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, статья 164, и нарушение правил благоустройства территории населенного пункта, статья 152. В результате проведенных мероприятий было задокументировано более 260 фактов незаконной торговой деятельности. Из них 116 вблизи рынков. К административной ответственности привлечено более 400 правонарушителей, у которых изъято товар на сумму около 4 миллионов рублей. В республике были выявлены и демонтированы десятки незаконных торговых объектов. Подобного рода мероприятия проводятся регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова